Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и сегодня будет достаточно нестандартное видео. Сразу оговорюсь, что наверняка многим из вас оно покажется не слишком полезным. В нем будет не так много шахматной составляющей, скорее будут общие рассуждения. В принципе, я не удивлюсь, если больше толку будет от того, что вы это видео послушаете, а не посмотрите. Тем не менее, несколько человек попросили меня его записать, поэтому я подумал, почему бы и нет. Дело в том, что несколько дней назад мне довелось прочитать лекцию на английском языке, и одной из главных, ну главной ее темой был подпор и шлифовка дебютного репертуара. В частности, я коснулся того, каким образом подобрать подходящий для вас первый ход в ответ на D4, ну и в дальнейшем как отрабатывать то, что вы выбрали. Ну вот, в данном виде я попытаюсь, скажем так, перевести на русский то, что я говорил на английском, ну и добавить некоторые рассуждения, которые касаются не только подбора репертуара в ответ на ход D4, но и в принципе выбора дебютного репертуара. Понятное дело, что у многих шахматистов, и тем более у многих сильных тренеров, на эту тему есть свои соображения, я попытаюсь рассказать, скажем так, свое понятие о том, как следует подбирать дебютный репертуар. Дело в том, что есть, по крайней мере, я выделил три метода, и они признаются большинством экспертов, но вот один из них, мне кажется, не слишком эффективным. Как раз таки поговорю о нем в первую очередь. Бытует мнение, что очень полезно выбрать шахматиста, элитного шахматиста, чьему стилю и чему, скажем так, дебютному репертуару вы будете подражать. Условно говоря, вы берете того же Гаррика Спарова, вы смотрите то, что он играл, и пытаетесь в своих препартиях поменять то же самое. Этот метод, он одобряется очень значительным количеством экспертов. Мне кажется, что у него есть серьезные недостатки, но сначала поговорим о плюсах. В первую очередь, плюсом является тот факт, что вы изучаете партии сильного шахматиста, или сильных шахматистов, и, безусловно, это, в принципе, полезно. Анализ таких партий, он будет улучшать вашу игру в целом. Но вот с точки зрения подбора дебютного репертуара, мне кажется, что метод не слишком эффективен. Дело в том, что среди любителей, да и не только любителей, пожалуй, наиболее известными, популярными шахматистами являются Роберт Фишер и Гарри Каспаров. Поэтому ничего удивительного, что если следовать этому методу, то большинство шахматистов как раз-таки выберут в роли, условно говоря, модели одного из этих двух шахматистов. То есть или Каспарова, или Фишера. В том числе, в свое время, я сделал то же самое, когда мне было примерно 10-11 лет. Ну и сразу оговорюсь, что этот подход не принес нехороших результатов. И, в частности, в ответ на Д4, черными я испытывал все разные трудности. Дело в том, что и Каспаров, и Фишер, в особенности это касается Каспарова, играли черными на Д4 в основном с тарандийскую защиту. Играли они ее очень динамично, стремились к перехвату инициативы с первых ходов, к игре против короля соперника, в общем, к динамике. И, безусловно, у Каспарова это получалось прекрасно, и очень значительный процент своих партий он решал черными прямо в дебюте. То есть, условно говоря, очень привлекательный стиль, но проблема в том, что далеко не каждый шахматист сможет такой стиль копировать. И под далеко не каждый, я имею в виду, может быть, один из нескольких тысяч. Если вы будете, не имея такого же стиля, как Каспаров, а я совершенно точно не обладал подобно похожим стилем, если вы будете копировать его подход к выбору дебютов, скорее всего, ваши результаты будут страдать. Мне кажется, это как раз-таки одна из главных причин, почему в течение нескольких лет я никак не мог пробить отметку 2100. Только я понял, что, возможно, дебютный репертуар следует подбирать не вот этим способом, а каким-то иным, сразу мои результаты, ну, заметно улучшились. Поэтому давайте поговорим о тех двух методах, которые, как мне, кажутся более эффективны. Второй метод, это, как бы это банально не звучало, это игра в блиц в интернете. Ну, не просто бездумная игра в блиц, а игра в блиц по определенной схеме. То есть, условно говоря, предположим, вы хотите подобрать дебютный репертуар за черных на первый ход D4. Вы играете в блиц на любой из площадок, но в идеале на той площадке, которая позволяет скачивать ваши партии. Или автоматически создает базу. То есть, например, PlayChass, или CS24, или CS.com. И вы играете, опять-таки берем, за пример, черные партии, первый ход за премьерника D4, и вы играете, условно говоря, по 50-100 партий против, ну, каждым из популярных дебютов. То есть, 50 партий Старандийка, 50 партий Грюнфельд, 50 партий отказанный ферзевый Гамбин, 50 партий Славянка, условно говоря, 50 партий Бенони, 50 партий Волжский и так далее. Может быть, 100. После того, как вы наиграли вот это вот количество партий, вы скачиваете свою базу, и смотрите, какие у вас были результаты. И просто такой вот небольшой статистический анализ поможет вам понять, где ваши результаты были лучше, где ваши результаты были хуже. Ну, и те дебюты, в которых ваши результаты были лучше, имеет смысл изучить поглубже, о том, как изучать дебюты поглубже, поговорим во второй части этого ролика. Ну, и имеет смысл поменять эти дебюты также в серьезных классических партиях. Ну, кроме того, что у вас будут статистические данные, уже по прошествии такого количества партий вы будете понимать, какие позиции вам более-менее подходят, какие нет. То есть, в принципе, метод достаточно хорош. У него есть те два плюса, что в первую очередь он будет работать конкретно для вас, потому что именно вы играете эти самые несколько сотен партий. ну, и второй плюс то, что любая игра в шахматы, даже игра в шахматы в Блиц, она все-таки какой-то уровень какого-то уровня прогресса позволяет вам достичь, особенно если вы будете эти партии анализировать. Также есть и минусы. Мне кажется, самый серьезный минус заключается в том, что все-таки игра в интернете, особенности игра в Блиц, это не совсем настоящий шахмат. И очень часто в интернете можно играть то, что в серьезных партиях выделать не будет. То есть, условно, например, Мразевич. В свое время Мразевич он очень много играл в Блиц, в том числе в интернет Блиц, но его основным оружием на первый ход Д4 был контраграммит Альбина и защита Чегорина. И Мразевич имел просто прекрасные и восхитительные результаты в обоих этих дебютах, но в классике он их применял мало и неспроста. Потому что ни тот, ни другой дебют все-таки не уравнивают. И в классику Мразевич чаще играл славянку ну или некоторые другие схемы. То есть, проблема в том, что несколько сомнительные варианты они могут работать при игре в Блиц, но в классику против серьезного соперника вы будете испытывать проблемы. Тем не менее, метод неплохой и, как мне кажется, он предпочтительнее первого. Ну и третий метод заключается в том, что в принципе, вы много играете в классику, вы стараетесь играть разные схемы, но по возможности избегая слишком острых варантов, которых вам вас могут обыграть в дебюте просто за счет конкретных знаний. Ну и рано или поздно вы понимаете, что какой-то вид структуры вы разыгрываете хорошо, какой-то вид структуры вы разыгрываете плохо. Ну и как только вы определились с тем, какие структуры у вас получаются хорошо, это не означает, что вы продолжаете играть тот же дебют, в котором встретилась эта структура. Вы проводите достаточно подробные исследования разных дебютных схем и смотрите, где похожая структура, которая у вас получается хорошо, имея в виду метельшпильные позиции, структуры, и как раз таки те дебюты, в которых эти структуры получаются часто, вы пытаетесь играть. То есть приведу пример из своей практики. Повторюсь, много лет я, по крайней мере, несколько лет на Д4 я играл практически исключительно старандийку, но потом я понял, что старандийка дебют не для меня и начал пробовать некоторые другие схемы, зачастую даже не очень солидные, в частности я играл черными против Д4, принятый ферзевый гамбит, причем мне основные варианты, а варианты с коней Ф6 сложить Ч4, ну и так же так называемый дебют Е6 Б6. Ну и давайте сначала поговорим о принятом ферзевом и о том, какие выводы я из разыгрывания принятого ферзева сделал для себя. то есть С4 ДЦ Здесь в белых есть несколько ходов, но в основном против меня играли КНФ3, это действительно основной ход, и здесь конечно после КНФ6 Е3 чаще всего играют Е6, потом МЦ5, но вот я играл СНГ4 на СНГ4 Е6 или даже вместо КНФ6 я бывало играл А6 на Е3 СНГ4 на СНГ4 Е6 Так или иначе после например КНФ6 Е3 СНГ4 СНГ4 Е6 обычно белые просто завершали развитие Я делал то же самое Получалась такая позиция в которой нет никаких сомнений в том, что у белых есть дебютный прорез у них больше пространства у них больше пешек в центре фигуры черных в принципе расположены неплохо но вот СНГ4 не исключено что придется поменять так что на плюс равно белые здесь претендуют Кроме того понятное дело что кроме кроме хода КНФ3 у белых есть другие попытки есть ход Е3 есть особенно неприятный ход Е4 который как мне кажется дает белым перерез Тем не менее что я для себя понял то что подобного типа структуры я разыгрываю достаточно неплохо результаты тоже были достойны поэтому я посмотрел какие дебюты могут приводить к тем же самым структурам и набрал на славянку ну и славянку я играю уже много лет сейчас покажу в чем есть определенная сходца то есть в славянке после КНФ3 КНФ6 основной ход конечно КНЦ3 хотя есть и другие Е3 Е3 ФКС2 и так далее ну и вот здесь чертных выбор Е6 и ДС но как раз таки ДС может привести к структурам похожим на те которые мы разбирали то есть А4 основной ход слон Ф5 здесь белые могут сыграть КНЕ5 сразу могут сыграть Е3 после Е3 получается довольно характерная ситуация поэтому остановимся на этом бренд Е6 слон С4 слон Б4 условно говоря 2-0-2-0 ну здесь же можно остановиться мы видим что структура похожая но конкретные обстоятельства по сравнению с принятым ферзевым комбитом явно в пользу черных ну ключевая разница заключается в том что опять таки структура в принципе из общих соображений должна была быть в пользу белых но есть важное отличие пешка уже стоит на А4 а не на А2 это означает что у черных есть поле Б4 чрезвычайно важное потому что слон на нем закреплен очень надежно но и движение пешки на А4 также ослабило поле А5 поэтому в принципе черных достаточно простая игра которая связана с завершением развития и основной один из основных планов за черных в этих структурах связан с тем что например сыграть конь Д7 ферзе 5 ну понятное дело что примерный вариант но так или может быть А5 так или иначе черные готовят Е5 если чертам удается провести Е5 то очень часто они перехватывают инициативу за счет того что ферзевый фланг белых совершенно ослаблен то есть повторюсь структура в принципе похожа на ту что получается в этом редком варианте принятого ферзевого но с некоторым изменениями которые в пользу черных я понял что я был бы весьма непрочь играть такие позиции но понятное дело что белые не обязаны отойти то есть мне пришлось потратить довольно много времени чтобы разобраться с тем что делать условно говоря на Е3 на Ферзе 2 на Ж3 и так далее все эти варианты в принципе не ставят перед черными больших проблем и вот за 3 года которые я играю славянку черными в серьезных партиях проиграл только 2 партии против достаточно сильных гроссмейстеров то есть в принципе можно сделать вывод что этот дебют мне более-менее подходит чего ни в коем случае нельзя сказать о староиндийке в которой мои результаты за черных были ужасающи второй пример может быть менее показательный но тоже есть в нем определенный смысл бывало что на d4 ну опять-таки на ранней стадии карьеры я играл e6 на c4 и b6 и получался так называемый ну дебют а40 или e6 b6 и белок утрет возможностей отчасти идея черных ловушечная то есть они готовы играть в конце 3 слом ба7 и e4 это не самое опасное для белых для черных построение здесь после слом ба4 слом d3 довольно конкретный сильный ход f5 опять-таки не буду останавливаться на нюансах но у черных хорошая позиция к сожалению с этим дебютом есть несколько проблем может быть главная проблема заключается в том что белые могут сыграть e4 и на слом d7 сразу слом d3 здесь вот эта идея f5 она не проходит потому что после e в белые просто выигрывают на слом g2 fxh5 здесь есть длинные варианты но на самом деле оценка позиции для черных здесь крайне неблагоприятна поэтому видимо надо играть коль c6 на коне e2 коль b4 да черные остаются с другими словами но все-таки превосходство белых в центре настолько велико что черные здесь явно не уравнивают ну и второй проблемой хотя это конечно намного меньшая проблема с этим парадом ходов является тот факт что белые могут пойти a3 и в принципе знающие шахматисты против меня играли a3 довольно часто ну и у черных здесь есть ряд возможностей но я чаще всего просто переходил в такую довольно интересную разновидность новоиндийской защиты то есть играл слабо b7 конь c3 конь f6 ну и здесь после конь f3 просто играл d5 получалась позиция после cd конь d5 которая характерна для ну не для просто позиция теоретическая позиция из новоиндийской в белых есть некоторые шансы на дебютный перевес но мои результаты были довольно хороши так что в принципе в качестве такой небольшой эволюции можно предложить переход вот от этой странной схемы с e6 b6 к более серьезным дебютам а именно к гибриду немцовича на воиндийке то есть конь f6 c4 e6 ну и после конь f3 можно играть на воиндийку в принципе дебюты солидный надежный черный его вполне могут применять на любом уровне в частности сергей каяхин так играл на протяжении многих лет практически постоянно ну на конь c3 защита немцовича опять-таки на не солиднейший дебют на настоящий момент белые здесь не ставят перед черными ни одной серьезной проблемы то есть таким образом можно наигрывать разные дебюты в которых вы будете получать разные структуры и те структуры которые вам нравятся в большей степени я имею ввиду метельшпильные структуры вы смотрите как их можно получить в других более серьезных дебютах находите такие способы и наигрываете уже эти самые более серьезные дебюты но опять-таки метод очень хороший мне он лично помог очень серьезно но есть конечно свои недостатки главный недостаток то что подобный метод отнимает много времени и второй недостаток то что он не дает немедленных результатов то есть вам придется проиграть много партий потерять много пунктов рейтинга L прежде чем этот метод даст свои плоды так что пожалуй хорошим советом была бы такая вот комбинация второго метода то есть наигрывание разных схем в интернете и третьего метода наигрывание в серьезных партиях и изучение различных метельшпильных структур но есть четвертый способ который наверняка очень эффективен я им не пользовался но нет никаких причин полагать что этот метод хуже чем любой из тех которые мы уже озвучили просто-напросто найдите тренера профессионального тренера который изучит ваши партии поймет что вам подходит по стилю и даст свои советы на основе того как он работал с теми учениками которые у него были до вас этот метод сэкономит вам много времени много сил возможно много пунктов рейтинга в то же время понятное дело что далеко не у всех есть возможность найти тренера по раду причин поэтому если вы хотите заниматься шахматами в одиночку то воспользуйтесь одним из тех трех методов о которых я говорил до этого ну теперь предположим что так или иначе вы определились с тем что будете играть каким образом совершенствовать свой дебютный репертуар здесь как раз таки могут пригодиться первый и второй метод даже если вы собственно для выбора дебютного репертуара вы их не использовали то есть когда вы решили так или иначе вы решили что например на d4 вы хотите играть условно говоря страндийку и то же она подходит вам по стилю что вы делаете вы смотрите мегабазу вы находите какие из шахматистов с очень высокими рейтингами в своих серьезных партиях черными часто применяют страндийку условно говоря вы разобрались что это например фишер каспаров раджабов смирин и так далее вы изучаете их партии вы смотрите то как они разыгрывают миссис шпин в первую очередь вы смотрите то каким образом они реагируют на различные попытки белок в дебюте вы стараетесь им подражать понятное дело что вы стараетесь им подражать не в своих серьезных партиях а сначала в блицах на основе большого количества блиц партий желательно нескольких сотен вы строите используя какую-либо серьезную программу например чесбейс или чесассистент вы строите собственную маленькую базу ну и дополняете ее по мере того как вы играете все больше и больше блиц партий также помимо того что вы собственно играете эти блиц партии я очень рекомендую особенно ну скажем так на относительно ранней стадии шапотной карьеры я рекомендую анализировать свои блиц партии ну не то чтобы серьезно их анализировать а хотя бы по минимуму в частности смотреть что прошло не так на дебютной стадии это вам очень серьезно поможет в ваших серьезных партиях ну и конечно по возможности а также очень полезно для этого знать английский язык пользуйтесь такими источниками информации как шахматные книги хорошие шахматные книги в том числе дебютные шахматные книги и ну возможно также видеоролики в основном качественные видеоролики сейчас выходят по дебютам выходят на английском языке я очень порекомендую практически все что производит скажем так компания ЧАС-24 практически всему что скажем так всем дебютным материалом что выпускается ЧАС-24 можно верить ну а из шахматной литературы опять таки есть много хороших книг но вы точно не ошибетесь если по одному из ваших дебютов книга была издана издательством Quality Chess это практически знак качества на самом деле в принципе в данном случае название вполне соответствует название издательства вполне соответствует содержанию когда вы все это сделали вы можете начать променять этот дебют в классические шахматы я уверен что ваши результаты будут весьма достойными теперь маленькое скажем так лирическое отступление по поводу того что делать если на протяжении многих лет или хотя бы многих месяцев определенный дебют приносил вам хорошие результаты но потом что-то изменилось в частности когда стоит менять дебют когда его не стоит вот этой темой подробно коснулся Михаил Ботвинник и в принципе я с ним вполне согласен хотя на первый взгляд может показаться что его высказывание оно слегка контринтуитивно условно говоря здесь возможно три сценария и реагировать на каждый из этих сценариев нужно по-разному если у вас в том или ином дебюте хорошие результаты его не надо менять по крайней мере не нужно менять этот дебют не нужно начинать играть другой дебют в разных классических партиях от добра добра не ищут и просто в этом случае время стоит потратить на те скажем так аспекты шахмат в которых у вас есть серьезные проблемы если у вас очень хорошие результаты в дебюте то есть очень хорошие результаты в ваших партиях но по дебюту вы получаете плохие позиции или по крайней мере не те позиции которые вам хотелось бы получать все равно не меняйте ваш дебют работайте над конкретными проблемами в этом дебюте казалось бы это слегка неожиданно потому что если у вас получаются плохие позиции в систематически плохие позиции в том дебюте который вы играете казалось бы было бы логично его поменять на самом деле все не совсем так опять таки позиция которая является плохой она может являться таковой по мнению компьютера или она может являться таковой объективно но в партии реальных автоматистов особенно не самого высокого уровня плохая позиция зачастую совсем ничего не значит то есть условно говоря я понимаю что это довольно плохой пример и подобным образом в принципе дебют играть не нужно но вот предположим что вы за черных играете систему уйталки или систему гиппопотам как ее еще называют то есть слон когда белые захватывают центр а вы просто развиваете слонов на g7 там слонов на g7 на b7 фенкитируете коней ставите на e7 на d7 нет никаких сомнений что эта позиция зачеркнут довольно плохая и у белых в ней явный перевес и если вы будете систематически играть систему уйталки что я конечно вам не советую то практически в каждой партии вы будете получать позицию которая так или иначе можно оценить плохой по итогам дебюта но если вы в этом случае выигрываете практически все партии или по крайней мере у вас хорошие результаты этот дебют менять не стоит по той причине что то что эта позиция плохая сама по себе ничего не значит вот что важно то как вы в дальнейшем будете разыгрывать метельшпиль если вы из плохой позиции из такой плохой позиции выигрываете партии это означает что вне зависимости от того какая реальная оценка этой позиции характер борьбы в принципе вам подходит если вы играете тот дебют в котором характер борьбы вам подходит вам ни в коем случае не нужно его менять то есть все что нужно сделать это поработать над конкретными проблемами понятное дело что это пример довольно таки экстремальный и в принципе довольно плохой не стоит применять дебюты сомнительной репутацией но то же самое может касаться любого другого поля солидного дебюта например там отказанного ферзевого гамбита вы можете получать хуже никак не связаны с дебютом это все равно означает то что дебют вам подходит и бросать его не нужно единственный случай когда все таки стоит поменять дебют это тот случай когда у вас в партиях которые играют этим дебютом систематически плохие результаты в этом случае дебют нужно менять даже тогда когда как вам кажется ваши плохие результаты никак не связаны с собственно постановкой дебюта и с оценкой позиции которая получается по итогам дебюта даже если объективно вы черными по дебюту например уравняли или белыми получили перевес но в дальнейшем вы проиграли одну две там три пять партий это означает что какой бы ни была объективная оценка позиции на выходе из дебюта характер борьбы в митисшпиле вам не подходит и лучше подыскать другой дебют о том как подыскать другой дебют мы уже в принципе довольно подробно поговорили ну и последний маленький совет и пожалуй на этом я завершу видео даже если в интернет блице что она говоря кривое построение приносит вам результат не играйте во серьезных партиях не играйте в серьезных партиях королевский гамбит не играйте в серьезных партиях систему уйтолки и так далее дело здесь опять-таки не в результатах у вас могут быть прекрасные результаты в этих дебютах но если вы будете играть более серьезные схемы то ваше понимание митильшпиля оно будет расти намного быстрее а в конце концов все-таки в современных шахматах большая часть партии нарешается именно в митильшпиле и именно на митильшпиль практически на любом уровне кроме может быть самого элитного должен делаться основной упор ну и на этом я думаю видео можно заканчивать всем спасибо за внимание с вами